друзья мои всем снова здравствуйте вы на канале купить недвижимость в испании меня зовут анна я агент по недвижимости валенсии агентство называется испании инвест дорогие мои рада вас всех видеть на моем канале для тех кто только присоединился я вас поздравляю вы нарвались на самый лучший канал в мире по недвижимости в валенсии узнаете здесь много нового и интересного для старичков рада вас снова здесь видеть мы с вами продолжаем изучать районы валенсии на практике и сегодня нас остался последний микрорайон 13 района валенсии 13 район называется алхирос а микрорайон 13.5 называется лакараско и вот сегодня мы с вами по нему погуляем он очень знаменит не по названию а потому что мы здесь с вами увидим и ну собственно посмотрим рассмотрим цены все вам расскажу все покажу погнали сейчас я попробую встать легким движением руки о как видали порох в пороховнице еще имеется так все пошли я надеюсь я ни на чем плохом не сидела друзья мои вы посмотрите какая классная арка я не могла удержаться чтобы вам ее не показать смотрите как здорово очень жаль что они не ну здесь не посадили какую-нибудь растительность которая бы очень красиво бы обвела все это дело смотрите справа от меня слева от вас большущая гигантская парковка и я подозреваю что эта парковка для университетов данный район микрорайон славится своими университетами в валенсии мы обязательно с вами это посмотрим там вот уже впереди все будет видно все сейчас дойдем и покажу так друзья ну что мы с вами сейчас находимся на знаменитом проспекте лоз на ранхоз то есть проспект мандари апельсиновых деревьев я вам про нем рассказывал не раз и мы на нем с вами уже были поэтому этот проспект на ранхо собственно находится посередине района лакараска микрорайона что мы здесь имеем здесь сзади меня или там слева от меня значит справа от вас эта зона университетов та самая знаменитая вокруг которой всегда недвижка и вам всегда будут говорить если вы здесь купите вы будете сдавать студентам будет много зарабатывать бред друзья мои но не превышающих национальный годовой воловой экономический продукт нашей страны но это я вам потом расскажу здесь у нас идет трамвай да на самом деле очень шумно я буду сильно вам орать микрофон если не охрипну справа от меня слева от вас это написано кампус университарио из чего я делаю вывод что это общежитие несколько зданий общежитии видите большое количество здесь автобусов большое количество разного транспорта пожалуйста вам трамвайчик это все идет впереди мы все увидим море мы просто домой с вами не дойдем но она там впереди далеко-далеко здесь жилых домов очень мало здесь прям вот университетский городок что конечно же очень привлекает много людей сюда и как инвестиционные проекты и как для жизни и для студентов самих и так далее вот смотрите впереди у нас университет де валенсия университет тут они разные на самом деле политех политехнические какие-то куча разных университетов я вам сразу скажу так как я здесь в университете не училась я поэтому не особо знаю какие они здесь конкретно но вот университет и левее тоже будет зона университетов очень их тут много разных вот едет трамвайчик видите вот такой красавчик красненький трамвай тире метро видите внизу написано метро валенсия то есть мы ездим по карте метро мы ездим на трамвае тоже смотрите мы сейчас с вами немножко свернем в сторону с проспекта на ранхос или тарон честно валенсийском почему потому что здесь на этом проспекте исключительно университеты и общежития мы попытаемся все-таки поискать немножечко с вами недвижимость раз уж у нас с вами канал посвящен недвижимости а так значит мы пришли с вами с проспекта на ранхос он вот там остался в конце и вот у вас слева еще идут университеты да и справа собственно тоже то есть тут видно что много корпусов c4 вот мы сейчас проходили уходим влево и у нас на перекрестке появляется домики да они их очень мало здесь походу вообще очень мало жилых домов никогда не ходила поэтому микрорайон он мне собственно не нужен поэтому и не ходила вот такие замечательные домики ну смысле замечательные обычные старые дома но это их не делает плохими почему потому что купить здесь квартиру издавать ее студентам ну конечно же круто я вам помните сказала что типа все это фигня нельзя заработать на студентов что я имела в виду на студентах естественно как и на любых арендаторах можно заработать вопрос изначального вложения дело в том что испанцы не дураки и они просекли что сдавать университет студентам это очень выгодно покомнатно да соответственно что они делают они поднимают просто бешеные ценники то есть по 200 тысяч сто сто пятьдесят ну сто пятьдесят я пока не видела здесь да под инвестицию соответственно 200 тысяч там сто восемьдесят сто семьдесят чтобы их разделить на комнаты опять-таки она должна быть большая то есть купить двушку за 170 ну и под ремонт вообще не вижу никакого смысла то есть должна быть например четырех пятикомнатная квартира которую вы студентам сдадите там я не знаю по 600 евро по 600 евро например да соответственно ну такие объекты очень сложно найти и очень сложно купить хорошо вы 200 200 тысяч вы вложите у вас должно быть там не за 5 комнат 4 спальни что-то такое и студентам да вы будете на них зарабатывать причем со студентами вообще хорошо пошли тогда куда-нибудь и я вам буду что-нибудь рассказывать что я вам хотела рассказать про студентов очень многие мне говорят они наверно студентам очень опасно сдавать они могут стать не плательщиками не платить так вот по этому поводу у меня есть свои да свое мировоззрение свой опыт наоборот студенты одна из самых хороших категорий арендаторов почему потому что за них платят родители естественно мы не берем 25-летних студентов которые сами себя обеспечивают мы берем там 16-летних до которые не обеспечивают себя сами соответственно за них платят родители то что родители прекратят платить за своих детей за проживание ну я не я не понимаю чем они должны думать эти родители да потому что они понимают они например там в мадриде или вообще в другой стране и конечно же они будут оплачивать то есть это самая надежная категория людей которые будут платить есть негатив во всем этом да ну скажем так не то что негатив есть свои минусы в сдаче в арендах студентам естественно это дети да которые ну могут убить ваше жилье скажем так да они могут не заботиться они могут плохо относиться могут что-то поломать и так далее и так далее но у меня опыт небольшой со студентами и я вам так скажу у меня были семьи с детьми которые оставляли квартиру идеальную была пара которая в хлам убивала квартиру были студенты которые оставляли все идеально и были взрослые там один человек который вообще не заботился не угадать все зависит от человека от его развития да скажем так поэтому ну я бы не стала вы просто должны быть готовы что скорее всего студенты убьют сильнее поэтому вы получать будете больше возможно вот это вот разница получать больше как раз таки пойдет на компенсацию каких-то поломок и так далее и так далее опять таки у меня я знаю не у меня лично но были случаи когда например студенты все убивали в хлам да там или что-то портили и тогда у вас есть контакт с родителем и вы родителю высылаете говорить посмотрите вот таком виде была сдана комната вот в таком виде она возвращается я вам не верну залог например этот фианса депозит депозит да пожалуйста может быть и так и родители соглашались и они не брали ничего не требовали поэтому в целом сдавать им можно студентам и нужно просто это большие вложения изначально большие и ну я пока не занимаюсь сдачи по комнатам потому что это сложно это нужно постоянно находиться в поиске жильцов я вам говорила что я хочу чтобы ко мне заехали один раз и сидите вы там несколько лет на студенты они тоже заезжают на год могут на пять заехать но могут меняться то есть давать студентам это одно сдавать просто квартиру по комнатно приезжим это совсем другое они сняли на пару месяцев уехали а студенты они все-таки дольше будут жить так вернемся к нашей недвижки вот смотрите дома вот этот дом еще у нас относится к нашему району а вот следующий через дорогу уже к нашему району не относится представляете вот такой красавчик с террасами наверху уже к нам не подпадает то есть мы стоим на сейчас на перекрестке между вот этими двумя между двумя районами так смотрите корпус е5 что мы здесь имеем факультеты факультет дред на валенсийском означает юридический факультет до экономия означает естественно экономический до сенсия социализ какие-то тут на социальные науки до мохи стере это какой-то магистрат я не знаю что это за факультет вот ведь как очень даже интересно библиотека библиотека сервейды и спорт что-то какой-то какие-то услуги спортивные ну скорее всего там я не знаю спортзал или что там у них вот можете все здесь увидеть видели заезжаете туда на машине вот смотрите заезжайте на машине и ну учитесь соответственно учитесь она идите сюда посмотрим на огород смотрите какая красота заброшенное что-то такое тут вот наверное огурчики вот это тыквы или баклажаны или как они не тыквы не баклажаны а эти кабачки кабачки что-то тут лук чеснок ну красота я прям бабушку вспомнила как меня заставляли в 10 лет пахать на этом огороде что-то все полоть полоть до посинения класс просто класс эти вот так вот ходишь ходишь по понтовому району а тут на тебе огород вы нарисовывается да о кукуруза смотрите кукуруза смотрите початки уже начинают эти хвостики сначала а потом будут початки класс 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 вот сейчас мы с вами тут научимся много всего ему какие большие эти как они кукурузки друзья ну что мы с вами свернули на улицу серпис проблема в том что вот эти все дома которые вы сейчас видите это все относится к другому микрорайону наш район караска он вообще весь в университетах то есть там нет домов практически поэтому будем смотреть что есть смотрите какие шикарнейшие дома вот этот дом прям вообще прикольный узкий смотрите какие балконы наверху такие углом очень интересно сделанные плюс ну вообще такие миленькие то есть вот это все у нас считайте будет зона зона университета да то есть покупать здесь вот улица серпис и соседние там разные улицы это конечно круто здесь неважно какого состояния дом здесь важно что это все будет сдаваться студентам причем студентам не бедным потому что ценники у университета естественно будут гораздо выше и бедные студенты они просто уедут дальше и будут на метро приезжать для них это не проблема смотреть какой-то центр этих самых языков вот уж не знаю что кстати к чему этот центр языков может быть смотрите что мы нашли такой крутейший дом и вывески висят стоп ruido то есть стоп шум и derecha al descansu право на отдых просят соседи то есть здесь походу весело друзья мои здесь весело ну и вообще дома посмотрите дома в принципе очень даже неплохие хорошие дома и что я хотела сказать про студентов что студенты бывают разные да но здесь в основном студенты не только из разных стран но и самой вали и самой испании очень многие из барселоны и мадрида сюда едут из каких-то других закоулочков там например по из баску почему едут потому что валенсии учиться гораздо дешевле чем учиться в той же барселоне или мадриде и все хотят сэкономить в принципе университеты здесь на хорошем счету я вам не раз говорила что в принципе уровень образования в испании ну просто никакой и это очень неприятно вот но что касается университетов до валенсии они в принципе неплохие однако почему они неплохие ну тут такой вопрос все едут сюда потому что дешево или потому что качественное обучение об этом я вам сказать не могу лет через сать когда ребенок пойдет в университет я вам смогу это рассказать так друзья мы не можем вам это не показать но это просто что-то с чем-то я пока не очень понимаю что это такое неужели это жилой дом или это как какое-то ну это что-то очень крутое посмотрите на эту махину это просто почему-то мне кажется это какой-то корабль крейсер просто какой-то титаник непотопляемый вы посмотрите как он интересно построен такого не найдешь и верхние этажи видите там как-то соединены между собой все здания таким вот коридором длинным непонятно где-то застекленное где-то не застекленное то есть получается что это не коридор общий а это квартиры но это очень круто это и лифт видите какой лифт на наружу мы его видим он такой полукруглый то есть человек едет в лифте смотрит на мир да и ну это очень красиво и внизу что ресторан мы видим внизу какие-то какие-то кафешки то есть ну немного немного бизнеса очень мощный дом прямо очень крутой пошли дальше друзья мы нашли недвижку в этом блин университетском райончике наконец-то три с половиной дома на плющике стоят тритополя вот очень крутые дома пошли смотреть но я вам говорю что я тут решила посмотреть цены и тут я просто нет я просто удивилась страшно помнить как евдоким говорил вот это как раз проект момент вот наши три тополя на плющике да это буквально несколько домов которые относятся к нашему району я удивлена на самом деле я думаю здесь гораздо больше домов жилых да но нет друзья если вы загляните в идеалисту и наберете лакараска то вы очумеете от цен значит я вам просто некоторые цены до могу перечислить самое дешевое что я нашла это 160 тысяч 2 без лифта от банка так что вы да примерно прикинули дальше у нас идут цены двести десять тысяч пятьдесят метров одна спальня дом с лифтом просто да послушайте двести двадцать тысяч две спальни 65 метров шестой этаж то есть вы это студентам сдавать не будете две спальни за 200 тысяч под ремонт вот большая квартира сто пять метров второй с лифтом 4 спальни с гаражом 315 под полный ремонт ну то есть в 400 у вас выйдет квартира до примерно вот такие вот ценники у нас тех районах которых мы смотрели ну это просто безумие полная вот например триста тридцать тысяч сто двадцать метров три спальни и девятый этаж это просто волшебная уже получается у нас квартира она получается совсем недорогая да но в целом я вам говорю видите прекрасная здесь зона это скорее всего то что мы сейчас смотрим это скорее всего урбанизации там внутри бассейн какой-нибудь будет вот ну и дальше у нас идут бешеные ценники вот триста сорок семь я вижу там триста восемьдесят до 500 тысяч четыреста и так далее и так далее кстати здесь есть дома где очень большие квартиры например 160 метров квартира до 420 тысяч стоит двести сорок метров квартира и стоит 475 до и это же объявление на 495 и вот 595 я вижу 220 метров ну короче вы поняли что здесь ценники поэтому игру когда говорят что вы заработаете на студентах так извините я вложу в три раза больше чем если бы я вложил в не студенческом районе да то есть ну это не имеет большого смысла да еще когда у тебя за 160 без лифта и под полный ремонт да еще и с банком но это прям 6 6 а вот поэтому вы уже можете примерно представить да для каких нужд вам этот район может пригодиться друзья смотрите такой пятачок да такой парадис небольшой мне знаете что напоминает мы с вами у города науки гуляли в микрорайоне сюда дела сорт и там тоже так было волшебно ну хуже чем вернее лучше чем здесь но все равно здесь тоже миленько и приятненько и вот детская площадка убогая как обычно дома вокруг ну в принципе все довольно неплохо вот дом который справа он такой мне кажется немножко пониже уровнем отделку у него странная не кирпичная видите но все равно то есть здесь уровень домов все равно будет высокий и ничего мы с этим не сделаем ну что друзья посмотрели мы с вами район лакара микрорайон лакараско 13 5 в районе алхирос район номер 13 в городе валенсия что мы можем с вами какие выводы сделать я думаю вы уже специалисты и сами можете сделать выводы для чего она может подойти этот район ну для инвестирования явно нет для инвестирования под под студентов и под сдачу по комнатам ну собственно ценники я вам озвучила а дальше уже вы решаете выгодно это предложение или не выгодное за 400 тысяч купить квартиру и сдавать ее и ну дай бог там получить 2000 да не знаю лично для меня нет для жизни в принципе для жизни этот район подойдет хотя я вам честно скажу если вы посмотрите на карту он очень отдаленный в принципе здесь рядом море море хорошо но так он отдаленный от центра от от всего он отдаленный от парка туре тоже он неплохой жить здесь можно только из-за моря больше как ну не знаю я бы лично здесь не потратилась да однозначно и что мы имеем для жизни можно если вы хотите в будущем жить а сейчас давать да ради бога можете покупать все что угодно потому что главное чтобы она нравилась вам и вы чувствовали себя уютно когда вы сюда приедете жить вам будет уютно и будете сдавать ее кому хотите ну в принципе наверное все ценники на аренду здесь ну мне сложно сказать потому что я в этом районе не работаю что уж там говорить да и я не могу узнать ну наверное студенты если испанцы то они наверное там 600 700 может быть 800 они платят сомневаюсь в этом очень но вдруг да и если сдать издавать квартиру целиком опять-таки целиком это снимет семья это не студенты и студент из семья вам не будет 2000 платить потому что они просто из другой район подешевле вот такие дела друзья мои мы с вами переходим в 14 район который называется бени мак лет там всего два микрорайона и мы их с вами быстренько посмотрим всем удачи всем пока